Временами люди попадают в ситуацию, казалось бы не оставляющую никаких шансов на спасение. Но есть такие, которые благодаря удаче и находчивости бросили вызов природе и выжили в самых трудных условиях. Заядлые путешественники и любители морских прогулок Мэрилин и Моррис Бейли, английская супружеская пара, однажды решили отправиться в кругосветное плавание на своей яхте Орелин. Название яхты они составили из своих имен, надеясь, что Орелин принесет им удачу. Долгих восемь лет Мэрилин и Моррис копили деньги, отказывая себе во всем. В свою яхту, которая должна была привезти их в Новую Зеландию, они вложили все свое состояние. Супруги Бейли отплыли с берегов Англии 22 июня 1972 года и провели в океане 8 месяцев. Путешествие складывалось как нельзя лучше. За это время они пересекли Атлантический океан и прошли Панамский канал. Теперь перед ними лежал Тихий океан. Но когда шлюп находился чуть севернее экватора, случилось непредвиденное. Около трех часов утра к ним приблизилось китобойное судно, которое занималось промыслом неподалеку. Загорпунило кита, но тому удалось освободиться. Раненый гигант ударом хвоста проломил борг яхты супруга, так не кстати попавшейся ему на пути. Китобойное же судно к тому времени скрылось за горизонтом. Когда стало понятно, что пробоину залатать не получится, супруги приняли решение покинуть свой тонущий орелин. Спустили на водонадувную лодку с резиновым плотом диаметром 1,8 метра, на которой перенесли консервы, аптечку и газовую плитку с баллоном. Эта катастрофа случилась 4 марта 1973 года. С того момента Мэрилин начала вести дневник. На шестой день дрейфа супруги перестали грести, поскольку, по мнению Морриса, это было пустой тратой сил. Коротая время, путешественники играли в домино, костяшки которого сделали из листков блокнота. На восьмой день на горизонте показалось судно. Моррис схватил один из сигнальных факелов, зажег его, но, к сожалению, небольшая надувная лодка с двумя людьми осталась незамеченной. К началу второй недели у них закончилась еда. Чтобы не погибнуть от голода, им пришлось перейти на морскую пищу. Утром супруги обнаружили, что в канате запуталась черепаха. Они заставили себя съесть сырое черепашье мясо, у которого был очень странный вкус. Моррис и Мэрилин научились ловить рыбу. От пылящей жары их спасала установленная на плоту палатка. Жара скоро сменилась проливными дождями, так что смерть от жажды Моррису и Мэрилин не грозила. Тем не менее, им все же необходимо было быть на чеку. Помимо голода и пылящего солнца, им грозили и другие опасности. Однажды их плот заинтересовал акулу. К счастью, ее удалось отпугнуть веслом. В другой раз бы или пришлось в спешке чинить днище плота, когда их атаковала рыба меч. Шел 110 день плавания. Супружеская пара питалась мясом небольших акул, которых они ловили голыми руками с плота. Одно за другим пельке проходили суда, но плот так и оставался незамеченным. Бейли почти отчаялись, когда на их лодку наткнулся корейский траулер Виолми и взял супругов на борт. Выглядели они ужасно, одежда почти истлела и представляла собой лохмотья. От них исходил ужасный запах рыбы. Спасенных отмыли и отвели в каюту старшего помощника. Рыбаки кормили из голодавшихся гостей понемногу, постепенно увеличивая порции. Только через неделю Мэрилин и Моррис были в состоянии уверенно встать на ноги. Еще через неделю траулер Виолми прибыл в Ганаулу и супруги Бейли сошли на берег. После этого, прибыв на родину, Мэрилин Бейли написала повесть «117 дней в дрейфе» на основании заметок, оставленных ими в процессе вынужденного плавания по Тихому океану. На полученные от продажи деньги супружеская пара приобрела новую яхту, которую назвали Орелин-2 и занялись изучением китов.